Здравствуйте, мужи и братья! Сегодня я вам покажу беседу, ролик с известным человеком в Республике Татарстан, председателем всех христианских церквей Республики Татарстан, протестантских, доктор философских наук, профессор религиовидения, магистр теологии Пагасий Анатолий Кириллович. Он является пресвитером лютеранской церкви, и вот я пришел туда, задать ему несколько вопросов, узнать вопросы рукоположения, ну и другие вопросы там у нас спонтанно, то есть вылезли, поднялись, и вы увидите разницу мировоззрения между протестантами и православными. Каждый сделает сам для себя вывод. Однозначно могу сказать, что то, что он говорил, это является ересью. Так церковь никогда не верила, но я уважаю своих зрителей, поэтому каждый сможет это увидеть сам. Но я буду делать некоторые вставки, то есть пояснять, потому что в процессе разговора, конечно, это не получалось сделать. Допустим, о чем идет речь, потому что не всем бывает понятно. Поэтому приятного просмотра. В автобусе, мы в одном месте работаем, едем, общаемся. И я первый раз просто услышал тоже, что лютеранская церковь, ну тут в Казани, я посмотрел в интернете, Ингрии. Вы себе можете рассказать немножко по работе, что это за церковь, как бы откуда она взялась? Во-первых, что такое Ингрия? Да, что такое Ингрия? Ингрия, она сбивает с толку людей, и церковь Ингрия, это вообще непонятно. На самом деле Ингрия, это старое название Ленинградской области. Ингрия или Ингерманландия. Ингрия, это финская, это ингерманландия, она же, это шведское название, ну немецкое. Она охватывает Ленинградскую область и часть Карелии, то есть были финские территории. А в 1703 году Петр Первый во время 30-летней войны территорию захватил, присоединил к России, а вместе с ним присоединились вместе с землей, естественно, 150 тысяч финнам и ингрианландцев, которые были лютеранами. Вот они до сих пор там есть. Но это было изначально так, потому что с 1703 года уже прошло много времени. Если говорить об этом приходе, то здесь нет ни одного Афина, ни одного Афина-Угра, здесь кто угодно есть. Русские, украинцы, татары. Просто традиция, финская традиция, у нас еще немецкая традиция здесь в России, да, и церковь, немецкая традиция ветеранская на Карла Макса 26, она с 18 века. То есть традиция старая. А приход церкви Ингрии только с 2002 года здесь образовался. Поэтому говорить, что церковь Ингрии что-то такое не наша, сложно сказать, да? То есть название? Название, территория наша, кстати, знаешь, вот в Каймехе, у Леры, там вот шкафы купился, там эти книги, протестантизм в России, татарстане, принести, брался ребятам по-другому. Ну да, вот в соседнем. Мы все время сделали книгу о том, как протестантизм в татарстане здесь появлялся. Ну и там информация есть, я вот эти книги подиставлю, посмотрите, чтобы из первых рук, так сказать, знать. А вообще, кто основал первую вот эту общину, что же у вас? Вот эту? Нет, вообще, вот от которой вы идете сам, вот Ингрии. А, в сервере, ну, как кто основал? В 16 век, Лютер. Да, потом, значит, из Германии очень быстро, в течение, там, буквально 20-30 лет, Лютерас распространилась на Северную Европу, на все практически. Вот, оно пошло в Англию, Англиканская церковь, это же тоже церковь реформация. Оно пошло в Голландию, Кальвинистская церковь, вот, и быстро-быстро во всем мир распространилась. Вот, на следующий день, если говорить о Лютеранах, ну, где-то 70 миллионов их в мире, в Лютеранах. А поскольку Лютеране, просто первое, Лютеране, Кальвинисты, Англикане, это три первые церкви реформации протестантские, от них потом уже пошли еще остальные, и на следующий день протестантов в мире 800 миллионов, то есть, примерно в 5-4 раза, нет, не в 4, в 3 раза больше, чем православных. У нас православных до 250 миллионов в мире есть. Католиков где-то миллиард 200 миллионов. Ну, еще 20 лет назад название церквей было около 20 тысяч тоже протестантских разных. Да почему? По некоторым данным даже до 40 доходит. Здесь, как определить понятие протестант? Ну, да, это... И как определить понятие конфессию? Вот, пожалуйста, я вам... Подарок? Подарок, да. Благодарю вас, протестанты в России и в Татарстане, в истории современности. Вот, если мы определим, ну, скажем, христиан, определим по признанию или не признанию символа веры, там, апостольского, Никеора Сарградского, афанасческого символа веры, то там, можно сказать, там действительно, может быть, ну, тысяч пять наберется. Если же начнем копаться дальше, предположим, современные протестанты, так называемые неопротестанты, это начиная с писятники, харизматы и прочее, вот, у них на следующий день просто богословия нет. Ну, нет, они не успели обзависеть богословием. Поэтому в рамках одной конфессии разные общины, они могут отличаться. Если рассматривать именно их отличия, то тогда получается, ну, тысяч до сорока можно набрать. Да, они стекутся бесконечно просто. Ну, а если говорить о православной церкви, то она тоже ведь не едина. Несмотря на то, что пятнадцать автокефальных церквей друг друга признают, но есть еще сколько там, четыре-пять древнеправославных церквей, имеется в виду, восточная, восточно-православная церковь, да, которая там не признают этот, этот, сабор-то. Халкидонский? А? Халкидонский, понимаете, армянская православная церковь. Да, 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 да. Тоже там есть райцы определенные. У нас нет ни одной конфессии любой религии в мире, которая могла бы сказать, что она едина. Просто по определению. По-человечески, да, единственной там есть. А это же другое. Это уже надо говорить о том, как представляется церковь. Как тело Христово, там все едины, да, небесная церковь, тело Христово. Там нет разницы. Если представить вселенскую церковь, то есть в совокупность всех верующих христиан, там уже разница есть, потому что делятся уже там по традициям, по традициям и так далее. И если говорить о поместной церкви, конкретно поместной церкви, да, там та самая русская православная церковь поместная, там другие, все 15 можно пересчислить, то там уже между ними есть разница. Кто-то не говорит, кто-то не подчеркивает это. Это какой подход? Если подход, что все дети Божьи, да, то как не замечается? Если начинаешь конфессиональное различие, апологетика начинается, да, там уже ты найдешь этих различий. Поэтому я не ипоминист, между прочим. Поэтому я не за единение церквей. Это глупости. Более того, я утверждаю, ну, я, может быть, ерес, с вашей точки зрения, утверждаю, но утверждаю, что разделение конфессии – это Божий план. Ну, я знаю, отношение к этому. Я на защите диссертации своей заявил, как там были православные ребята, они меня, конечно, потрепали, но защищался как мог. Я могу это дело объяснить, только нет смысла. Ну, нет смысла этого объяснить, конечно. Есть своя логика и так далее. Ну, да, и вот поэтому вопрос-то и стоит, и для меня стоял тоже всегда, потому что ты открываешь Писание, читаешь, видишь, одни и так понимают, другие по-другому понимают, одно и то же место. Третьи по-другому. А кто прав? Вот вопрос был, кто прав? И вот к этому вопросу пришлось исследовать и искать, и смотришь, сколько было отделений всяких, конфессий, в 20 веке, да, там 20 тысяч, там, смотришь, там, еще глубже смотришь, в 15 веке, там, тысячи, еще глубже смотришь, там, туда дальше, там, дошел ты там до 200, еще глубже туда смотришь, доходишь до, все, там, 5 разных, да. И вот найти потом было, пришлось, вот, то есть искать и найти тот, тот период, когда церковь была едина, когда она была едина, и когда были уже учителя церкви, святые какие-то отцы, которые всеми церквям, которые до сих пор они есть, сейчас признаются, то есть, и каталитика... А или во волках? Это же одно из первых разделений, потому что это гностики. Ну, они разделились, но они в церкви не были, это понятно. То есть, это все признают, что они не вне церкви, к ним-то понятно, были еретики уже при апостоле, то есть, это все было. И так вот, когда мы начали искать и смотреть, и оказалось, что вот это где-то там, ну, с 1 до 5 век можно найти, вот, церковь, когда вот она явно была. Либо ее, если ее там не было, то ее никогда не было, это же понятно было. По 5 веке, единая церковь, а соборы-то почему начались, членские? Потому что ереси начались. Но только понятие ересь, это ведь тоже понятие относительное, с точки зрения, там, значит, одной стороны ересь вот эта, с точки зрения тех, которые откололись ересь, они, мне просто приходилось копаться, у меня долгая диссертация посвящена расколам. Вот. Просто 10 лет в этом попался, кое-чего там... Правильно вы говорите, это правильно, действительно. Потом одни и так. Ну, поэтому мы можем, все ереси опровергались на основании Писания, то есть, когда и соборного решения, то есть, когда они собираются и решают, а как, в общем-то, все верят. И это отделяется, то есть, та ересь отделяется, которая, то есть, ее сразу ослуждают на основании Писания, то есть, потому что, никакого другого источника быть не может, иначе просто... Как не может? Разве творения Отцов, Церкви... А они опираются тоже на Писание все. Ну... Вот эти, которые соборные имеются в виду, там, вот самые все еретики, если смотреть, они всех писания... Хорошо, у нас сейчас разговор прошел немножко все-таки в ту сторону, которую мне хотелось бы... Вот. Сколько было в седьмых соборах? В седьмых? Настоящий один, два. Настоящий. Для меня настоящий первый. Первый седьмой. Ну, это... Здесь хотелось бы пояснить... Речь идет о иконоборческом соборе. В начале восьмого века среди христиан, живших в странах, подчиненных арабами, где прислилось всякое изображение божества, возникло такое движение иконоборцев, которое не признавало употребление икон в храмах и частных домах. Хотелось бы добавить, что такое движение могло возникнуть только от незнания священного писания и предания церкви. Всякий человек, кто изучает священное писание, Библию, в полноте, не отвергая ни один из стихов этой книги, никогда не придет к мнению, что иконы – это идолы. Так вот, иконоборчество, возникшее, оно в течение примерно целого века потрясало церковь и было страшно, потому что оно являлось скрытым возобновлением орианства, ереси, которое отрицало всякую видимую связь с духовным миром, как бы физического с духовным миром, разрывавшим единство между Церковью Небесной и Церковью Земной. В 1717 году на императорский престол вступил Лев III, Исаврянин, основатель Исаврской династии, родом из той части Малой Азии, где мусульманское влияние было наибольно сильно. В 1730 году он издал первый дикт против икон, согласно которому иконы выбрасывались всюду, из храмов и сжигались. При преемнике Львова III, Константине V, Капрониме, и Льве IV, Хазаре, гонению подвергали все, кто защищал святые иконы. Множество православных монахов вынужден было бежать на запад и искать убежище у римских епископов, которые столько защищали православное предание. И вот, собственно, сам собор в 754 году был создан, иконоборческий собор, на котором присутствовало 338 епископов, и который объявил себя вселенским, но никак, ни по каким критериям не являлся таковым. Хотя, потому что там даже ни один из патриархов пяти на нем не присутствовали. На нем иконоборчество было подтверждено, а православное учение осуждено. Еще бы хотелось добавить, что за годы гонений, вот именно иконоборческих, погибло мученической смертью очень много православных, святых людей. Но я не буду и отрицать, что когда правда восторжествовала, и уже на 7-м Вселенском соборе эта ересь иконоборчества была отвергнута и осуждена, в адрес иконоборцев тоже были гонения. В 787 году императрица Рина созвала 7-й Вселенский собор, на котором было принято догматическое установление почитания икон, подготовленное главным борцом с иконоборчеством, преподобным святым Иоанном Дамаскиным. Этот собор, созванный сначала в Константинополе, а потом перенесенный в Никею, состоял из 367 епископов. То есть не намного больше, но больше. И он осудил деяния лжесобора 754 года и утвердил иконопочитание. Патриарх Тарасий в окружном послании оповестил всех о решении. Папа Адриан I, приславший на собор своих легалов, утвердил его в постановлении для Западной Церкви. Патриархи подтвердили этот собор. Святой Иоанн Дамаскин, главный защитник икон, происходил из города Дамаска и занимал высокую должность при халифе. По ложным доносам он был осужден и пострадал, но чудесным образом Матерью Божией был исцелен. Оставив Дамаск, он поселился в обители святого Саввы, где долгое время нес послушание молчанчества. Здесь оппонент говорит, что было два вселенских собора. Непонятно, почему он наделил этот иконоборческий собор вселенским статусом, так как сама ересь иконоборчества, ее не было в I веке, II, III веке. Она не была так распространена. Это именно возникло уже позже. Святые отцы отреагировали на это. И Господь через святые соборы свои очищает церковь, вот и непосредственно здесь очистил. Иконоборческое, это для меня настоящее, для вас нет, поэтому мы с ним не говорим. Поэтому я и соборы не собираюсь брать. Зачем его брать? Первый собор вы, допустим, признаете? Конечно. Да я все соборы признаю, но я их не признаю наравне с Библией. Я признаю их как человеческое попытка, ну не знаю, отсечь ереси и сделать то учение, которое мы имеем, сейчас, не важно, православное или там витеранское учение, мы имеем как раз в результате работы первых соборов. Вернее, не первых, всех семи соборов. А уж кто признает Халкидонский, кто не признает там первый или второй или седьмой собор, это уже пошло на разделение. Да, да, да. Это я согласен. Если с Писанием противоречат, допустим, мы это вы не берем, я с этим соглашусь. Тем более, я узнал, что у вас есть тем более исповедание Никита Целеградского символа веры, и то есть, по сути... Вот только что исповедовали его. Все, тут вопросов никаких нет. Следовательно, вы признаете сразу уже ряд соборов, которые это все-таки утверждал. Я так понял, что у вас еще есть вопрос по поводу торгоположения. Вот, я сейчас вопрос просто по... Вот именно, что как важно, как непросто, а как вообще Церковь всегда понимала, и есть вопросы, которые она всегда одинаково понимала, и не было никогда никаких по этому поводу разногласий. И вот вопрос, поэтому, допустим, вы говорите, что халкидосов кто-то не признает. Я тоже, это вот для меня, вот допустим, с армянами, если встречаться, вот православные утверждают, что они, там, монофизиты, да, они там, одну только природу в Христе. Но с ними встречаюсь, я там с армянами говоришь, они говорят, нет. Вы знаете, почему так произошло? Просто потому, что по разным причинам представителей на халкидомском соборе не было. Хотя они вот сейчас сами плюются на это монофизитство, но к ним они никакого отмирияю говорят. Я им верю, потому что, а что я, если они говорят, я это не исповедую, что я буду им? Не веришь, что ли? То есть, понятно, что... Но сам это, то, что все отличаются вот эти пять церквей, которые отличаются от всех остальных протестантских, которые есть. Это то, что наличие рукоположения. То есть, пять православные, католики, григориные и армяне, копты и сирийцы. У них есть от апостола, там, апостола Андрея, апостола Петра, вы сами должны знать. Вот только там, вот в этом, в этом ряду, если смотреть, вот в этом ряду находятся вот эти цепочки, вот эти идут туда, к апостолу. Вот, и у меня вопрос. У вас цепочки это есть, такая, с апостолом? Есть. И вот если... Я вам скажу как. Потому что я знаю, что общее представление, значит... Учение о всеобщем священстве это такой фундаментальный принцип протестантской теологии, которую Лютеру пришлось разработать, согласно которой любой христианин может посредством крещения, если он крещен, то он может участвовать и в таинствах, то есть он может исповедовать, на богослужение предстоять, как священник. То есть любой человек, если его выберет община, может быть назначен священником без рукоположения. В качестве основания для всеобщего священства он приводит, как правило, приводятся слова апостола Петра. Но я хотел бы добавить, опять-таки, это... Возможно такое предположить о таком понятии, как всеобщее священство, отсутствие рукоположения, только для тех, кто плохо знает Библию. Точнее, как бы узко знает, смотрит на нее узко, не знает ни историю церкви, как таковой. То есть, точнее, Лютер все это знал, но он это отверг, получается. Другого объяснения нет. Так вот, они опираются на стих Писания, Петра, 1 Петра 2.9. То есть, вот как бы из этого стиха вытекает, что каждый христианин есть священник. И это правильно, так он и есть. Каждый христианин есть священник. Но если внимательно читать этот же стих, то мы должны увидеть, в каком смысле он каждый священник. конкретно в этом стихе сказано, то есть, вы род избранный, царство священства, народ святый. Во-первых, не каждый святой человек, но святыми названы мы как христиане, люди взятые в удел. Для чего он царствует священство, с какой целью, какой мы должны, каждый христианин, как должен священник действовать. И вот здесь как раз и сказано в этом стихе, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный светство. То есть, дабы возвещать совершенство Христа, то есть, Бога. То есть, проповедь, благовестие, жизнь, то есть, наша жизнь должна быть, должна возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы, то есть, Христа. Такое священодейство совершают все могут христиане. Но также священством нажим весь народ иудейский. В Ветхом Завете мы читаем. Поэтому надо всегда хорошо знать Библию. Исход, 19 глава, 6 стих. Господь говорит, «Вы будете у меня царством, священником и народом святым». То есть, это сказано не христианам, это сказано иудеям, еврейскому народу. Но однако ж, не каждый израильтянин был священником, а избирались на то, на священское служение и среды определенной люди и среды сынов Израиля, целое колено. Немногие взяты лишь из колен Левина. Исход, 28-29, мы читаем. «И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперстнике судном у сердца своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти пред Господом». «Если же к священнослужению приступал кто-то посторонний, не посвященный на это служение, то тот предавался смерти». Это мы читаем числа 3-10, 16-я глава, числа также есть, 18-7. «Аарон уже и сынам его поручи, чтобы они наблюдали священническую должность свою. Если приступит кто посторонний, предан будет смерти». То есть четко располагалось, четко блилось это, чтобы никто посторонний к этому не приступал. И когда к этому приступили посторонние, то есть сами себя назначили священником, это 16-я глава чисел. «Дафан Аверон и Корей». Это единственное преступление за всю мировую историю, которое имеет наказание с ошествием живьем в ад. то есть если маньяк убил сотни людей, то ему как правило смертный кальц светит, но у нас пожизненное заключение. Так вот, есть преступления хуже этого, хуже, чем совершил Гитлер и Сталин, хуже, чем все вместе взятые маньяки. Это назначить себя священником. Собственно, это и есть грех любого, любых протестантских ересей. Так вот, Дафан, Аверон и Корей, они решили стать священниками и сказали, что, а что, мы тоже, мы не хуже вас, чем вы, Моисей, с Аароном. То есть, почему вы главные здесь? То есть, у них были кадильницы, они не занимались делами людей простых, то есть, они при службе находились, знали, как кадить, знали, как молиться, а были очень умные. И Господь сказал, отойдите от них. То есть, вообще, Господь сначала хотел все общество уничтожить за этот грех, но Моисей пал на свое лицо и сказал, за что ты все, несколько человек согрешили, и за это все общество должно поплатиться. И Господь сказал, отойдите от него и от них. И, как написано, то есть, раскрылась земля и поглотила их, и они сошли живьем в преисподнюю. Вместе с шатрами, с детьми, своими, там, 200 с лишним человек, с женами, Господь показал, что это самое великое преступление, которое может совершить человек на земле. Этим преступлением, вот в этом преступлении находятся все сектанты, все протестанты, они являются потомками Дафана, Вероны и Кореи. В Новом Завете мы читаем тоже Евреям 5.4 и никто сам собой не приемлет этой части, то есть, священства, но призываемый Богом, как и Аарон. Также, в других местах Писания мы читаем, что также христиане названы царями, но мы же не считаем, что мы цари от этого. Надо понимать, вот допустим, смотрите, Откровение 1.6.5.10 написано «И соделавшим нас царями и священниками Богу и Отцу». Апостол Петр учит 1 Петра 2.17 «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». 1 Петра 5.1 «Пастыря их ваших умоляю я, сопастыри и свидетель страданий Христовых». Апостол Павел учит, что сам Христос поставил одних пастырями и учителями Ефесянам 4.11-12 «Если каждый сектант священник, к примеру, и служитель алтаря, то где же тогда алтарь его? Если каждый христианин царь, то где его царство? Очевидно, христиане названы царями и священниками не в прямом смысле, не в буквальном, а в духовном, как люди освященными святыми таинствами церкви. Как раз этих таинств и нет у протестантских церквей, так как нет священства. Как люди избранные в удел Божий, царствующие над своим грехами, люди, которые освящены святыми таинствами церкви, они приносят свои души, тела в жертву, живую, святую, богоугодную, благоугодную Богу, для разумного служебного вашего». Евреям 13 глава 15-16 стих и Римлян 12-1 Поэтому это учение о всеобщем священстве, священное писание на нем не оставляет камня на камне. Лютеру пришлось разрабатывать целое учение о всеобщем священстве, потому что на тот момент, когда началась информация, епископы либо поубегали, либо их поубивали в Германии, епископы католические. Которые переходили. Да, да, и она прервалась это. И поэтому Лютеру пришлось вот это срочно учение разрабатывать. Оно имеет смысл, но дело в том, что, скажем, если в нормальном положении вещей, то любой прихожанин не может и не должен крестить или там преподавать причастие. Но в ситуациях экстренных допускается, но потом есть целое учение и целый такой обряд подтверждения того крещения, которое преподал прихожанин, если там ребенок не успевает, не выжил. Правильно формула была там. Да, да, да. У нас тоже сборник литургический. И там как раз есть и требует, есть крещение и подтверждение таинства. Но очень быстро поняли, что Петранскую церковь никогда не признают, если не будут соблюдены основополагающие требования. А самое первое требование это апостольская преемственность. И тогда сделали просто. Значит, очень быстро следовав загребаний литурганство приняло Швеция, Свинляндией. И там король шведский Густав Лаза просто пригласил к себе, собрал католических литурганцев, кардиналов и прочее и предложил такую вещь, что ребята, вот Швеция принимает литурганство. Вам предлагается принять литурганство и оставаться в сущем сане и продолжать служить только уже по другим канонам. Или, если кто не хочет, полагается минус и просим из страны. Ну, угадайте с трех раз, какое решение приняли эти самые епископы. Они приняли литурганство, остались там и дальше они стали рукополагать уже сохранение апостольской ординации священников. Немецкие грани, они тоже быстро поняли, поэтому многие, я не знаю, как там в первые, так сказать, в первый век 16-й, ну, даже я знаю, что даже в первые, в середине 16-го века уже все, ну, не знаю, насколько мы все, но, по крайней мере, получили от скандинавских епископов получили ординацию. Католическая, ну, какая разница. Поэтому, вот скажем, я рукоположен уже, как соборской приятностью меня рукополагал епископ, которого рукополагали в свое время финские епископы, ну, и те, естественно, уже там сохранилось, все это записано. Поэтому эта проблема уже ушла. А у вас вы исследовали вообще реально вот эту цепочку, вы ее нашли до конца, вот, допустим, вас, следующий, следующий, там, финский, вот эти имена, имена, явки, фамилии, что-то реально такое есть? Вот эту я не исследовал лично сам, но дело в том, что Финляндия, она, Швеция, Финляндия, она с 16-го века осталась там, она никуда не делала, она не прорывалась. Поэтому кто-то есть? Да есть, конечно. Если в этот для меня вопрос встанет, я найду. Мне в большом уровне составляет проследить это дело. Просто я понимаю, что если там она не прорывалась, то за это очень ревно следят. И вот у нас пример. 10 лет назад откололось от нашей церкви, от немецкой церкви, откололось какое-то количество приходов и создали они здесь так называемую новую евангелийскую трансовую церковь аузбургское исповедание. Это мне на глазах было, мне саму туда звали. И выбрали они епископа своего и епископ начал искать кто же его положит. Из русских никто, прибалтийских никто, финские, шведские, датские, все отказались. Ну, потому что там явно было видно, что это нарушение экономов. То есть раскол в таком самом таком мерзком виде был. Поэтому отказались. Что они сделали? Они повторили историю, которая была в украинской православной церкви в 20-х годах. Липковщина, слышите? Значит, священник один, клирик православной церкви, который создал там свою какую-то группу. И тоже никто не хотел рукополагать православной традиции. Ну, вообще никто. И они тогда собрали свой даже не собор, а общее собрание. Вот. И положили руки друг на друга. Первый, передний, положили на него. И таким образом рукоположили его и епископы. И с тех пор это стало называться Липковщина. Стало уже нарицательным. Но так никто и не признал. И только в истории осталась вот эта вот такая шутка. и вот когда это значит они увидели, что никто не рукополагает, они придумали что-то подобное. Я тоже думаю, что они не знали про Липковского этого. Значит был у нас здесь, ну есть у нас указание один верующий. Он пастор. Хотя опять же там у него рукоположение непонятное. Володя Степанцова. Ему было откровение, что он должен рукоположить воепископы вот этого самого вновь избранного епископа этой церкви так же как Самуил, пророк Самуил помазал на царство Саула, а затем Давида. Ну они туда пригласили в Москву его, там собрались все и он вот таким образом, то есть пастор рукоположил другого пастора воепископы. Естественно все смеялись, до сих пор смеются, они это дело выложили в интернет, как в общем такое великое событие, но сразу назвали ряженым этого епископа и все. И он тоже понимал, что это не работает, свои игры не игрались и все это время искали, как же им восстановить это. Искали, искали, нашли. Где-то в Сербии нашли старокатолического епископа на покое, который рукоположил на святим сразу, по-моему, три, что ли, епископа рукоположил. Они тут же приехали сюда и на рукополагали еще шестерых. И вот церковь, которая насчитывала, по моему мнению, вся церковь, да, совсем не годами, не больше тысячи человек, вот, у них было шесть епископов. Потом эти епископы стали откалываться по одному. На следующий день один где-то там в Литве, один в Карелии, один где-то в Ижевске, вот, это уже самостоятельные группы, вот, непонятно, как они себя, допустим, их приход в Казани, он числится приходом в Литеранске, но на самом деле это харизмант. Поэтому история таких вещей знает много, вы их признаете вот так? Ну, как сказать, нет, не признаю, конечно. Естественно, не признаю, а? Почему? Да, не знаю, потому что я знаю историю этого, знаю людей, которые дело начинали, и знаю мотивы, по которым они начинали. То есть, там дело не в ругоположении, а дело в мотивации, дело в сердце, а сердце там, на мой взгляд, даже хуже, чем у меня. Ну, Ну, первое, это же есть первое постское правило, оно, что там, несколько, два-три епископа могут руку полагать только одного епископа. Все правильно, все правильно, у нас так и есть. Вот у нас сейчас, вот был у нас собор, вот только-только мы приехали туда, наш епископ на покой уходят, вот, и выбирали нового. Вот, выбрали его, буквально неделю назад, и в феврале будет уже ординация его, ругоположение. Вот, и, насколько я знаю, там будут, будет ругополагать его, значит, лечить епископы, вероятно, из Финляндии, возможно, из Эстонии, ну, в общем, соберутся, три епископа, может быть, даже больше будет, вот, и, будет, там будет ругоположение, ну, настоящее, потому что те епископы тоже ругоположены правильно. Вы думаете, что современные эвентаране не блюдут вот этот, блюдут, они же понимают, что нет епископа, нет церкви. Ну, это да, это, я, собственно, и пришел с этим вопросом, чтобы узнать, насколько они понимают, и действительность, потому что, допустим, я не спорю, что там, как бы, там как-то может это и есть, но надо это показать, потому что, ну, даже не мне, а вообще, чтобы люди сами знали и могли это отметить, потому что, вот, там, въезда, там, первая, да, во второй главе, там, описывается же, когда с Вавилонского пленения пришли, и вот, я тут выписал, и сыновей священческих, сыновья Хабаи, сыновья Гокотца, сыновья Верзелия, который взял жену из-за черепи Верзелия, гладиетянина, и стал называться именем них. То есть, оно должно быть, надо ее найти. Нет, она есть, просто меня это не интересовало, я знаю, что не прерывалось. Вот здесь прерывалось, а там не прерывалось, они никуда не делятся, они так же есть, поэтому, если вопрос встанет, я найду, не вопрос. Потому что, это, прямо, оно должно, вот именно идти, там, вот этот, который, Лютер откололся, вот эти епископы, должны имена их быть, которые непосредственно руку положили следующих епископов, которые руку положили тех, которые от католических отошли. И они, или они как, их извергли там, и не извергли. Католики? Да. Вполне, матвы извергли. Я знаю, что, читал я, что некоторые извергали, но, вы же понимаете, что, это вопрос уже, не канонический, скорее, а политический. Потому что, лишают, скажем, должности, звания, но Дух Святого оттуда не выковыришь. И там, там уже богословие пошло. Одни считают, что если ты отошел от Матери Церкви, значит, ты уже не достоин. Но Церковь умножалась, Вселенская Церковь умножалась именно делением, расколами. И как к этому относиться? Я говорю, что, я могу это дело расписать подробно. Если предполагать, что все, кто раскалывается, они как бы остаются в Церкви, то она умножается, естественно, если отраспол. Но если брать, что Церковь есть в толпе утверждения истины, то она не умножается, она не получена в Террии. С точки зрения католиков, 800 миллионов лютеран, это заблуждающиеся. С точки зрения православных, миллиард 200 миллионов католиков, это латинская ересь. На самом я там вот одно. Что православные, что католики, что армяне, это одна, эта церковь одна. Я это понимаю, потому что там нету, на самом деле, никаких таких существенных разделений. Есть ереси, поэтому я и говорю, что в принципе ереси, само наличие ереси еще не отменяет, что это церковь, потому что заблуждение человека заблуждается, понятно, папство не принимается, то есть это мы как ерес считаем, допустим, православные, но эта церковь никуда не держит, потому что там есть рукоположение, ты никуда это не денешься, ты ее не выкинешь никуда. А в 11-м... А у нас тоже достаточно может быть заблуждений, поэтому мы не можем так это рассуждать. В 11-м веке кто от кого откололся? Ну, если так... Нет, если... Они нас считают шумные раскольники, от кого... Согласно канонам, согласно апостольским правилам, да. Но есть... Ну, я понимаю, есть целое учение, которое говорит о том, что иеретики латинской ереси откололись, и неважно, что их там в 10 раз больше, вот, истинно православной церкви... Ну, они в 10 раз там по количеству, но не по... не по территориям, и не по епископату. Но потом они там сделали епископату. Слава, я так не считаю. Ну, это я так не считаю, вы же понимаете. Нет, хорошо. Я нас с католиками спорить вообще никогда не буду, потому что, ну, не, не о чем мы с католиками спорить, так сказать. Но, чтобы мы выходцы из католиков, то мы далеко от этого не отошли. Нет, что, наверное, апостольское преемство есть, есть, все, вопрос исчерпан, а тут спорить в филиокре, не филиокре, там на основании писания и так, и так можно понимать. Ну, ну, да, в филиокре, ну, по крайней мере, сейчас богословы и католические, православные, некоторые приходят к согласию от отца, но через сына. Вот такой компромисс. А вот, что касается Евхаристии, значит, красным или бесплатным хлебом, здесь железно стоит и никак оно не изменится. Хотя, и то, и то написано в Библии. Ну, тут, тут православные не понимают, вот католики права по Библии, они, Христос совершал на тресном, по Библии. Правильно, но там есть, значит, его же, его же притча-то, о том, что Царство Небесное, как если женщина, взяла три меры муки и положила закваску, то есть, закваска ассоциируется с Царством Небесным. А в другом месте, как католики, исходит, бойтесь с закваской фарисейской, и что чистое, Божье, это, вот скажем, вода и мука, а закваска это примесь человеческая. Поэтому, и то, и то есть, вопрос толкования. Да это вообще. Все об этом понимают, но каждый будет стоять на своем и не внаединиться, потому что, если вы скажете, что мы не правы, вы правы, тогда я этого не пойму. Тут даже нечего рассматривать. Мне важно, Христос делал на пресне, но я православный, я принимаю православную точку. Ну, я знаю, что католики тут проводят, однозначно. А вот, что касается дальнейших, каменистов, там, анабаптисты, потом уже поздние баптисты, менониты, методисты, и прочее, прочее, там уже, уже нет, конечно. Там нет, там просто преснести и не беда, и денег сейчас есть. Англикане у них есть, потому как, там тоже епископы остались, но англиканы, это как бы отдельно, у меня к ним, так сказать, свои, свои взгляды на англикан, они странные, ну ладно, пусть они живут, англиканское сообщество существует, тоже там миллионов сорок англикан есть, и пусть живут. Но, вот остальные, конечно, с точки зрения понимания, существуют, есть епископи из церкви, они, конечно, весь хромают. Нет у них неприемственности, нет ничего, поэтому их самое главное учение о всеобщем священстве. Ну, Литуранская церковь, вот ваше конкретно, она, учение о священстве, признает, что такое таинство, рукоположение. Да, другое дело, что, да, Святого Духа, который придется без него, без рукоположения, ты никогда не можешь быть священником. Конечно, только, опять же, разные богословия по-разному говорят, что одни считают, что Дух через руки, а другие считают, что, а нет, это коленистые говорят, что возлагая руки, значит, когда там, рукополагаешь на служение, то Дух Святого, он и без этого ходит, и хочет, и делает, что хочет. Он так никто не считал. И через руки, или сам, не важно. Вот, но для них это всего лишь символ. Так никогда никто не верно, просто. Вот что, он сам где-то просто так сходит, даже по Писанию нельзя так сказать. Мы на самом деле до конца... Но вы это как сами думаете? Я так не знаю, что через руки проходит, но для меня это не есть камень преткновения, потому что та же Библия говорит, что Дух ходит куда хочет. Это Его. Может, через руки, может, через голову, там, через что угодно. Поэтому наша формула, это наша формула. И в Библии нет прямо этого, что через руки. Там есть, рука положили, положили самых-то там пасхарей, и так далее, и так далее, апостолы. Вот. то есть, по, можно не знаю, по аналогии, да, вот, если положили руки, Дух обязательно проходит через них. Но этого нет в Библии. Поэтому, ну, нет такого, что Дух через Духи проходит. Нет, не найдете. Ну, то же самое, вот, апостолу Павел, Титур, 1.5, говорит, для чего я оставил тебя в критике, чтобы ты руку положил в Пресвятову, в каждой церкви, как я тебе приказывал. То есть, он говорит, я тебя для этого оставил. А что бы он его оставлял, если бы он на них мог сойти, без рук его? Или, я, как разгреваю тот дар, говорит, священцам, который тебе через мое рукоположение. Через рукоположение, он говорит, конкретно. Это не, не сказал, для меня это не конкретно, потому что, потому что, через руки, служим на через руки. Рукоположение, вот скажем, я не разделяю то, что я не кальвинистам, но мне интересно этот взгляд. рукоположение у них означает, что, вот, мы видим, что ты готов, тебя научили, тебе передали это учение, а Дух Святой тебя уже сам направит дальше. То есть, из этого можно сделать вывод, что руки-то возлагает, тоже человеческое, да, вот, а Дух Святой, может, через руки, может, через уши, неважно. Вот, поэтому, это представление такое есть, да мне это не является препятствием, вообще никак. Через руки, через руки. Писание, писание, как бы, там просто не, писание не описывает ни одного момента, когда не через руки, через руки только и описывает, вот в этом-то весь вопрос. Мы, как бы, просто принимаем, через руки. Ну, это просто воспринимает, через руки. Вот, скажите, этот, причастие, вот преподает священник причастия, это что, священник, все, благодать переходит. Только священник, 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 это человек, это руки Божьи, но никак не Дух Святой, священник, да, который, сам беседомный, да, он только, он только делает ту часть, которую он должен делать, а Дух Святой, тело, кровь, тем более, что, вот, с чем мы с вами не расходили, почти, это, в отношении того, каким образом присутствуют тело и кровь в хлебе и воде. Православные учения, ну, просто не расшифровывали это дело. Католики расшифровали подробно, да, в момент того, как звоночек звенит, значит, на месте, в этот момент превращается. Православные так не считают, что она превращается, но и не опровергает. Я пытался найти, просто расшифровки нет. Настоящее тело, все, вопрос у меня закрыт, даже у нас не будет. Оно настоящее. Чем отличие, чем отличие от католического, в этом случае? Ну, может, они просто не расшифрованы. Не, не надо это узнать. Настоящее тело и кровь, для нас расшифровано. Это остается хлебом и вином, но там непостижимым образом присутствует тело и кровь Христова. не не это такое нельзя признать. Значит, превращается в тело и кровь. Превращается в тело и кровь, конечно. Значит, католическая, получается, форма. Какая разница? Хоть католическая, хоть истинная. Оно написано. «Совершайте», апостол Павел говорит, «Вы, согрешайте против тела и крови». Он не говорит, «против хлеба и вина». Но против тела и крови, то есть не рассуждая о теле и крови. То есть не о хлебе и вине не рассуждая, а о теле и крови. То есть, это тело и кровь. Тем не менее, Господин Церковь на официальном уровне, на уровне богослову даже, говорит, что мы не принимаем превращение в тело и кровь. Про католическое, непонимаемое. Нет, ну католическое, я просто не знаю, что за католическое. Важно, что вид остается кровь, вид тела. Все правильно. А реальность, реальность это тело и кровь. Православная церковь вообще вопрос не дает расшифровку и не объясняет. Это тело и кровь. Все как? Никто не знает. Католики те расшифровали для себя. Вот оно до этого времени было так, а после этого времени не так. После кулакова. А реальность говорит, что вот так. Да, оно там присутствует. Тело и кровь. Как мы не знаем. Но присутствует, это вы уже добавили. Видели. Там такого нет, что оно присутствует. Он говорит, что это есть, эта кровь. В том-то весь вопрос. Не надо добавлять сюда ничего. Он сказал, что тело и кровь есть. Он говорит, что кто-нибудь есть тело, мы пить кровь. Мы признаем, вполне признаем это все тело мы, все кровь мы. И недалеко, как сейчас назад мы это дело провозглашали. Мы признаем. Другое дело, что хоть и хоть возникает вопрос. Да? А как? Превращается или не превращается? Скажи православному, что превращается. Он скажет, что ты не прав. А тело и кровь, как? Не знаю как. Точно так же и мы не знаем, как там оно присутствует. Но оно там присутствует. А если оно присутствует, значит мы принимаем тело и кровь. Это настоящее тело и кровь. Я просто принимаю, как в Библии. Чего в Библии нет, а то он не рассуждает даже. Мне это неинтересно, как она превращается. Тайным образом. Как Господь воплотился? Тайным образом непонятно. Чего в Библии нет, и Затокс говорит, а то он не рассуждает. И не рассуждает. Зачем это лезть? Тем более, а то начинают и католики лезть, как там. На Игре сколько может бесов поместиться там. Гузины сатанинские начинают. Это все апостол Павел закрытил даже. Ну да. Но опять же, рассуждать или рассуждать на четвертой главой фторозаконии? Ну, можете. Нет. Это не является для меня конкретным каким-то препятствием. Вот эти все... Если просто вы признаете, что тело крови, что тело крови... Нет. Четвертый главой фторозаконии это о поклонении изображениям. А, это принципиальный вопрос, конечно. Однозначно. Я знаю, что православные, у них целые есть богословия, икон и так далее. Кто Писание не знает, тот отвергает иконы. Это однозначно. Кто его не знает. Ну, в том случае, объясните мне. По иконам? Как можно понять, согласно четвертой главы этого закона? Ну, давайте, прочитайте. Кстати, наша на престольной Библии, она в основном варианте. С одиннадцатью апоприками. Это не апоприками, это не апоприками. На Первом Вселенском соборе уже признали их, как вы говорите. А это письмо. Звучит им. А ведь, вот, вот, вот это вот так вот. Это не апокрифы, апокрифы совершенно другие книги. Ну, понятное дело. У вас, да, конечно. Ну, так вы приняли, да. Знаете, раньше их называли исторические книги, да, помните? Исторические книги. Потом они стали называться второэкономическими книгами. Они с первого Филинского собора сразу же были призваны. Первый Филинский собор закреплен правилом этой книги. Ладно. То есть я просто оттуда беру... Бог в помощь. Читайте, Александр. И прочитайте, да. Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на горе Хариви и среды огня. Да бы вы не развратились и не сделали себе из вояний изображение какого-либо кумира, представляющего мужчину или женщину, изображение какого-либо скота, который на земле, изображение какого-либо птицы голодой, который летает под небесами, изображение какого-либо гада, ползающего по земле, изображение какого-либо рыбы, который в водах ниже земли. И дабы ты взданул на небо и увидел солнце, и луну, и звезды, и все воинства небесные, не прелестился, не поклонился им и не служил им так Господь Бог, как вы уделили всем народам, так всем небом. А вас дал Господь Бог и вывел из печи железной, из Египты, дабы вы были народом его удела, как это ныне видно. Ну, в речи кумирах и урлах. Ну, смотрите, здесь дальше... Значит, акцент на кумира или акцент на изображение... Акцент на кумирах, потому что Господь дал сам запрет, делал изображение. Потому что Господь, если читать далее, дал запрет, сделай изображение. И у вимов, и прочих, и прочих. А, вы имеете на храме? И на храме, и с другой стороны, и внутри храма. Давайте об этом не будем, потому что я, например, знаю, что такой ответ будет. Поэтому это за уровень бесполезно. Я знаю богословие икон. Но мы же говорим о том, что разделение, в принципе, происходит из-за толкования Писания. Причем зачастую за основу берутся не глубинные вещи, а берутся какие-то внешние вещи. И они оказываются важными. Допустим, было дело, когда у нас не было мацы. Мы раньше мацы принимали причастие, да? Брали в синагоги, не было мацы. Как же выйти из этого положения? Он, я пошел в магазин соседний, да? И купил там лебежку. И мы прекрасно принимали причастие без всяких проблем. Но для кого-то это уже может быть основанием для раскола. Вы неправильно поступаете. Конечно, этот вопрос принципиальный. Потому что, если мы посмотрим еще Иеремию, там тоже говорится о том, как человек взял дерево, часть веток пустил на то, чтобы обогреть жилище, часть веток еду сделал, а из части сделал все изображения и стал поклоняться ему. И вот для православных принципиальный вопрос, что он-то сделал кумира, а для нас принципиальный вопрос, что он поклоняется человеку изображению. Не важно, на иконе он находится, или как там скульптура и так далее. Не, ну вопрос, наверное, выросли здесь. Я понял. Вопрос такой. Если вы иконы, вы считаете заидовы? Или не считаете? Считаю. Если вы считаете заидовы, тогда у нас тут чисто. Если не считаете заидовы, то тут даже я не буду спорить, не поклоняйтесь вражению. Значит, в лютеранской церкви, видите, сколько у нас он висит? У вас много изображений. Да, вот. Но это не предмет поклонения. Вот в чем дело. Хотя любой священник, любой богослов скажет, мы не поклоняемся, мы почитаем, да, те, которые стоят за... Но миллионы простых людей, они поклоняются конкретно иконам и ожидают от иконы. Истреления, ожидают чудес и так далее. От иконы. Их учат этому, но они это не видят, потому что это слишком глубоко. Вы согласны, что храм Соломонов, храм Зарабавеля, второй был полностью в иконах снаружи и снутри. Он не в иконах был, да? В изображении. Изображение. Изображение, икон, иконы. Это однозначно. О, ну... Иконы изображения. Там, если бы они поклонялись этой иконам, и вы их просто-напросто бы забили камнями. Нет, поклонялись, как вы думаете, как Богу, понятно, если они поклонялись. Они и не поклонялись, как Богу. Так же, как и... Но поклонялись и людям поклонялись, и ангелам поклонялись, и ангелам, и ковчегу поклонялись. Было все это поклонение, но все понимали, что это за поклонение. Бог четко разделил священное изображение от несвященных. Ну, с этим вы согласны? Так, вы хотите сказать, что изображение, которое на храме, это священное изображение? Конечно. Священное изображение. Господь их сам, если он сам сделал проект Зарубавилю, прям какой сделать храм в который, в этот храм ходил Христос, то есть он ходил и он не сказал он выгнал там продающих и покупающих и он не сказал, выдавь себе капище он не говорил, они ходили, апостолы ходили там, то есть их это ни капельки то есть они принимали иконы в том виде в котором оно было, я понимаю, что вы скажете, что там заражают, что эти иконы там сейчас им поклоняются, им служат, я не спорю, что вот это уже перебор, когда-то им там начинает здесь присутствовала икона, там такая это Божья Матерь, присутствовала икона тут уже все, перебор полный, но Господь, когда это установил, то есть Он разделил священно и не священно, это идет оттуда сами по себе иконы не являются идолами, сами по себе не являются а как действительно, если человек им поклоняется как начинает, как допустим не первого образа, который на нем изображен, а как непосредственно сама икона, в которой сама может издавать какую-то силу, тогда это однозначно идет уже идолопоконство но здесь Господь четко разделил это, по Писанию это так и есть все были храмом в иконах хорошо, надпись на иконе Святая Диумалия, спаси нас спаси нас это не договоренно, спаси молитвами своими молитвами своими это, часть это сброшено нет, нет пресвятая Богородица спаси нас, это еще из гречески идет там, если будет брать целый из древней гречески, там написано молитвами своими то есть это речь о молитве то есть это подразумевается молитва подразумевается, да, когда правильно написано спаси нас, то это экшизологическая ересь я согласен, что вот в таком виде она так и учит согласен, но оно же, к сожалению, в этом виде написано оно в таком виде написано, но изначально мы имеем совершенно другой источник то есть молитв, это вот именно то искажение которое со временем принесено с этим никаких споров но вы сказали, что иконы это идолы вот здесь в Писании вам вот иконы Господь посмотрел делать Он не посмотрел делать идолы Он сказал конкретно делать хирургий на Иконы Исображение вот, иконы, в это висит изображения, да? но а как только оно становится в Святой Угол? да нет, но изображение, если там образ, ты знаешь, Христа, то все, это икона это никуда ты не денешь, все это первооборотник, а ты же знаешь, к коему он Он носится никуда и не денешь изображение потому-то мир разделен на конфессии что мы толкуем по разным те вещи есть толкование как всегда понимал церковь с первым веком по 10 век одинаково вот над его брать почему вы его не возьмете вот посмотри сказать на иконе согласен был иконоборчество победила же одна страна хорошо эта сторона то есть эта сторона то есть писание мы поэтому допустим вы там вы стойко берете но по писанию то вы же сами видите что господь разделил изображение он сказал здесь не делай себе изображение а дальше сделай изображение как мы будем состыковать изображение мужчину женщина изображение которое является частью интерьера там нет разделения бог не говорил на что поклоняйтесь не поклоняться но вы читаете это место где он сказал сделайте на стенах а я читаю то место те места писания которых как минимум штук четыре где говорится нельзя так это противоречие у нас что те речи у нас в голове так вот именно что только я только если он говорит не нельзя дабы вы не не развратились и не поклонились то есть он сказал что они мне надо делать которые изображения наверху внизу и все эти изображения были в храме и слава господне наполнила храм и священники вышли ничего господь приняло изображения никаких вопросов у него не было вообще вот 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 кому-то то есть живем разве там говорит так это надо понимать о чем вот надо понимать я и понимаю что нельзя никто никогда не видел нельзя если нельзя значит нельзя но тут получается нельзя но если очень хочется думать не глубокий у вас хватит кто-то платил уже можно изобретать который он явился юс виде года все уже можно изобретать чему взять что нельзя священный даже при чем при том что вот сейчас мы естественно не договоримся на эту тему но я считаю что разделение церквей это божий план здесь я погрешил когда сказал ну ладно божий план и божий план это мой грех то есть я не должен был это говорить я хотел как бы дальше провести беседу но в итоге сказал совершенную глупость и греховную вещь это неправильно конечно это разделение церкви это не божий план церковь едино я даже не буду по этому вопросу спорить что это совершенно вот если на других основаниях если вы допустим иконы не принимаете примеру считаете что это ибо то здесь нет никаких как бы отвергайте писание полностью она в противорече начинает сходить с собой я в это противоречие не вижу но как тогда почему-то в храме он повел делать изображение он говорит не делай непосредственно что на небе вверху херувима на я бы не развратился не поклонился они поклоняются на небе вверху есть изображение херувима есть на небе херувима а он говорит не делай а потом как делай почему да бы не развратился не поклонился им а им поклоняются поклоняются как бог они как точно теолог да точно апологет нет посмотрите если вы сами увидите что я давид поклонялся апостола поклонялись поклоняюсь человеку человеку вообще просто человек есть никто не запрещал но когда апостолу петру поклонился сотник как богу тогда ему запретил когда иоанн апостолу иван в откровении вам богослову он увидел ангела который предприниму преклонился ангел он сказал не поклоняйся мне мы сработники божьи он ему как бог потому что он подумал что бог там было цепь череда событий в которой и господь явился видео являлся и вот в один момент явился голову поклонилась как богу и тогда ему ангел запретил других местах где поклонялись ангелу они не запрещали потому что они как ангелу поклонялись писание тогда ничего не противоречит а если мы полностью отвергаем поклонение как таковое тогда придется все места где поклонялись ангелу и не просто выкинуть оттуда не нужно опять же противоречие такое понятие растяжения нету точно такое же растяжимое как в случае с причастием каким-то тем или тем но это оказалось главным таким за каноническим даже даже не каноническое получается доктринарное разделение на восток и запад если говорить о главных причинах то там главная причина политическая экономическая причастием понятно по писанию но вы согласны по они делали на преснока иначе вы себя не делали ему просто убили потому что там такой конкретный запад если кто будет на квасном преданную смерть если вам всегда сказать это был ветки за это вот поэтому принимаю как то есть и там и там делается это неважно за черное это все вот эти все спор вот я раз это человеческое вот это есть действительно это человечество надо на то что написание который понимаем по писаниям и не так вот я не противоречит понимание конкретно понимание конкретно вот уперлись вот этот момент и все то что вот не развратился ну как другие места до писания с этим соединить когда поклонялись людям поклонялись ангелом и это не было никакого в этом греха не делай себе кумира никакого изображения точно не вверху и тогда это уже 5 глава 2 законе 10 заповедей вы вот так это видите но наверно потому то вы и протестанты что видим видим тоже писание это уже я буду утверждать что надо описание установить и получается да что здесь писание так здесь так в нашей голове разные взгляды и поэтому мы в разных конфессиях если были вместе православные мы бы не спорили хотя и православных тоже есть уверите что есть истина она есть истинно понимание если здесь истины нет нет что она есть вообще есть такое верите конечно она доказывается естественно и истина вот здесь находится она не находится деяние к соборам она находится в писаниях азов церкви находится здесь это кстати то на чем мы стоим соло скриптура я не согласен но только вы же читали что допустим я даже не понял что всегда писание читал столкование в любом случае то есть ты без толкования его никогда ничего не поймешь то есть писание оно не должно другу противоречить то есть никакое место писания должно ходить противоречить друг другу поэтому внутри конфессии вы правы и я прав вот то же самое откуда мир произошло вселенная произошла да значит все религии имеют свое представление и только религия именуемая наукой не ответила на этот вопрос как были десяток гипотез так и осталось десяток следовательно если наука который сейчас поклоняется многие не отвечает на этот вопрос значит я прав и вы правы в том что бог сотворил индейцы племени мумба-юмба где-нибудь там в океане они правы что мир произошел там из правого глаза там какой-то богини такой-то люди из левого глаза и так далее и они правы поэтому мы внутри правы но когда мы начинаем правоту свою доказывать у нас просто ничего не получится потому что мы находимся в этом плане в разных системах координат мы стараемся свою систему да мы согласны мы согласны что должно быть единство христианство да давайте но только вы перейдите в нашу систему координат и тогда мы примем и я не хочу переходить другую систему координат хотя вы очень этого хотите мы просто не договоримся во времена лютера в университетах часто проходили такие дискуссии там приходилось полицию вызывать когда доктора теологии цеплялись друг другу в город и да ну это вообще мне тут тоже не интересует я поэтому писание мы должны брать все в основном искать подписанию насколько насколько подписать соответствует это писание подключать какие-то у меня нет проблем с писанием я по иконам вам уже совсем сказал вы не можете ответить почему в одном месте поклонились не запретил апостол павел и ангел в другой других местах поклоняется не запрещает начнешь поклонен двух видов которые разрешенные запрещены вот здесь вы когда вы взяли вот это место писания здесь запрещены как раз как богу то есть это кумир иду кумир за тебя он у тебя на уровне бога вот это запрещено все остальное которое поклонение ты понимаешь чему поклоняешься это разрешено господь постановка авраам разрешил разводы не он по вашему же сердце разрешил да сконстатировал факт а раньше так не было поэтому я так полагаю что поклонение иконам это учение гораздо более поздно чем тогда когда они поклонялись при верхом завете уже поклонялись иконам предметом даже по крайней мере ангелы приходили живем храму поклонились предмет камни никаких вопросов в этом не надо в этом быть вот он ты делает и делать разделение это не надо видеть вот вы видите допустим которые у нас что с нами справа меня вы мне говорит я вред оборон вот это надо видеть а то что не надо видеть вот не надо имеется ввиду делать вот разделение в том которое если священное писание это разделяет то есть это вы берете наделяете то поклонение не тем содержанием которые есть зачем это надо это разделение народном месте но не сможем ли договориться Потому что мудрые лютеране правы. Это я говорю, будучи лютеранином. Вы, естественно, скажете, что-то скажете. Поэтому, в принципе, заранее и вы, и я, знаете, к всему это подойдет. Вот у нас 23 года существует Совет Пратистанской Церкви в Татарстане. С 97-го года. И там собираются представители как минимум 7-8 конфессий протестантских. И поначалу нам было трудно разговаривать между собой, потому что все время вылезали вот эти вещи. Конфессиональное разделение. В общем, доктрины. Потом мы договорились, что мы здесь собрались не для того, чтобы выяснять то право, а для решения наших общих задач, которые нам ставит Бог на этой земле. И с тех пор нам, значит, уже без всяких проблем удается вот 23 года собираться решать вопросы, не касаясь различий конфессиональных. Хотя мы их знаем, конечно. И вот вы просили вообще поговорить, выяснить для себя вопрос с равоположением. Ну, параллельно затронулись и другие вопросы. И как только мы затронули вопросы межконфессиональные, конечно же, мы упремся. И вы мне не докажете, я вам не докажу. И вы будете апеллировать Библию, и я буду апеллировать Библию. И вы найдете место Писания, и я найду. Но разногласия у нас останутся в головах, поскольку вас учили вот так смотреть на это. И меня учили так смотреть. И меня больше устраивает так, как я смотрю. Хотя уважаю, принимаю, и никто здесь в Татарстане не скажет, что я что-то имею против православных. Мне по долгую службу не хочется с ними общаться. А в университете у меня учатся два православных батюшки. И мы с ними тоже особо не ругались. Хотя немножко там иногда посмеемся друг над другом, но это так, по-доброму. Поэтому я согласен с вами. Я согласен с вами, что вы правы. Вы сказали, что конфессии разные. Но вот такого слова нету, конфессии на самом деле. Вы согласны, что на самом деле это нету? Есть церковь. Да, это религиорический термин. Это религиорический термин. Если так серьезно говорить, религии, конфессии и прочее. Писание такого не знает. Есть церковь, есть ересь. Все, больше нет. И апостолы только так это сказали. Есть церковь, все остальное ересь. Что по вашему мнению ересь является непосредственно? Как отличить от истины? От истины. А она будет только традиционально отличаться. Это дьявол скрыл под этими словами ересь. Я понимаю, я понимаю. Ну, естественно. Сейчас уже мы, уже почти сейчас идем. Естественно, дьявол скрыл. Но дело в том, что вы же не хотите принять вот точку зрения ветеранскую? Потому что так и не было никогда. А я считаю, что православие давно отошло от истины. Извините, но так вопросом я так не буду. Нет, я с этим даже спорить не буду. В первом веке кто-то верил так, как ветеране? В первом веке не верили так, как православные. Вот как ветеране нет вопроса. Так кто-то верил? Я думаю, что именно так и верили. А есть такие имена, фамилии, которые они так верили? Вот как ветеране нет. А какие имена, фамилии вы имеете в виду, которые верили как православные? Климент Римский, Никомедийский. Я думаю, что они скорее верили как католики, а не как... Это одно. Хорошо, как католики. Я верить не буду спать. Как католики. Мне это особо не интересно. Важно, что они не как ветеране верили. Вот в чем вопрос. ну вот раньше да и от католиков отошли, яблони от яблони Просто если её не было тогда церкви, то есть если её надо было подправить, так вот её подправил, хотел Лютер подправить, то её тогда не было, получается, никогда? То есть она, получается, свалилась и пришлось подправить её? Если он подправил, значит католическая церковь была права, ему не надо было подправлять, она давно стояла, с самого начала. А римский епископ признавался первым епископом. А польские правила говорят, ащи, кто отойдёт, отложится от епископа первого, то будет анафема. Поэтому с этой точки зрения вообще там страшно получается. Зачем? Он признавался первым среди равных, но не главным среди них. Первый среди равных. Это мы читаем даже по Писанию, допустим, Самария уверовала, мы читаем, уверовала и крестила, Филипп всех там крестил, но Дух Святой на них ещё не сошёл, потому что руки епископские там, они не возложили руки. И написано было, и апостолы отправили Петра и Иоанна туда, чтобы они рукоположили, и, ой, не руку положили, а возложили руки, и Дух на них Святой сошёл. Было бы написано, Пётр отправил там... Тут, к сожалению, запись на несколько минут прервалась. Ну, здесь, собственно говоря, я и договорил, что это место Писания, которое конкретно находившееся в Иерусалиме, апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. То есть, это место Писания показывает, что соборно принималось решение. Апостолы послали Петра и Иоанна. Не Пётр сам поехал, взял с собой Иоанна, не Пётр послал апостолов как главный, а они их послали. То есть, всё решалось соборно. Из-за этого раскол произошёл. Знаете? Ну, так было всегда, и так будет именно человеческое. А вот, к сожалению, мы люди совершенные, и будут толковать, так, как нас научили. Знаете, как я рассматриваю межконституциональное богословие? Мешок на голову, а в мешке прорези. И через эти прорези человек видит только те места Писания, которые подтверждают его правоту. Другой одевает, он видит только то, что подтверждает его правоту. Я понял оба хорошего. И при этом мы все понимаем, что истина находится здесь, а разделение истины здесь. Но не прямую вашу точку зрения в отношении этого. Она самая широкая. Она самая широкая. Вот православная точка зрения по вот этим вопросам. Наиболее вы, наверное, говорите... А там большие такие вопросы. Вот она самая широкая из всех если взять, да. Потому что всё-таки так верили в втором, третьем, четвёртом. Всё-таки мы толкование берём, вот я лично. Феофилак болгарский, златоуст. То есть как они верили? Зачем мне? Сейчас зайдёшь в наш храм любой, там толкует священник просто у тебя от головы. Так мне циниками не толковали ничего. С ними соглашаться нельзя. Никогда. Потому что так никто не верил. И канон есть, который запрещает толковать не так, как... Ну, вопреки, точнее, отцам запрещают толковать. Понимаете, вы не можете говорить, так верили. Почему? Вы не были, не жили тогда, когда... У меня есть толкование. Они же сохранились, писали. Ну, ничего. Я изучил эти толкования, мне... Они просто, то есть, златоуст, пожалуйста, толпошки. Василий Великий. Это... Надо тогда откинуть их, просто сказать. Я всегда за Лютером могу сказать, да. Что, значит, если вы мне не объясните, да, только на Писании или здравым смыслом, вот, то я не приму то, что вы говорите. Мы хотели, чтобы он отрекся от того, что он писал. Потому что вы знаете, что я не доверяю соборам, потому что они противоречат друг другу. Я не доверяю отцам церкви, которая... Они тоже противоречат друг друга. А если посмотреть любые труды в полном объекте любого из отцов церкви, то мы увидим, что первая часть их творения общепризнана ереси, а на второй части построены христианские учения. Тот самый Августин, который был гностиком, да, а потом в основу христианское учение его легло. Вот. То есть сегодня мы увидели вот это, а завтра увидим другое. Мы рассматриваем творение от отцов церкви как человеческое творение, толкующее описание. Иногда правильно, иногда неправильно, но правильно с точки зрения того, кто читает. Тогда нет. Тогда ты никак не найдешь истины никогда. Получается церкви... Сейчас договорю, пожалуйста. Церкви, получается, не было никогда. Господь, Он сказал Ефесянам, Никто не проявлял, говорит, и поставил Бог в церкви одних апостолами, других пророками, третьими евгелистами, четвертыми учителями. Учителя церкви. Он их поставил Бог... О! Получается их не было. То есть мы не можем, если так как вы сказать, мы не можем сказать, кто есть учителя церкви. Это вот как раз таки есть. Примент Римский, Игнатий Богоносец, которого Христос держал в руках. Это учителя церкви. Они были уже епископами. Потом там Великий Иван Златоуст. Они не противоречат друг другу. Есть некоторые места, где у них какие-то противоречия. Некоторые места, которые вы не хотите упоминать. Хорошо. Их не берем. Просто их не берем. Они не являются каким-то причем. Они не догматически. А почему они... Вы понимаете, вот опять прошло. Это является, а это не является. Нет, это не является. Потому что это не является, действительно. Вы даже посмотрите на них и скажете. Ну, действительно здесь... Я посмотрю и скажу. Да, они являются. Точно так же я многие другие вещи посмотрю. С чем-то я соглашусь у них, а с чем-то нет. Потому что они люди. Они люди. Но они учителя. Это не Бога духовенное описание. Бог... Я согласен, что они не будут ценить описание. Но Бог поставил одними учителями. И мы должны признать. Мы должны назвать этих учителей. Первый век. Второй век. Третий. Четвертый век. Допустим, толкование откровения. Да, самая такая была книга. Ее там долго не признавали. Не знали, как с ней поступиться. Пока не родился там Андрей Кесарийский, которым Бог сделал учителем. Который это растолковал только как надо. Вот там, допустим. И сейчас сектанты многие не признают, да? Вот это толкование Андрея Кесарийского. И они не могут толковать. Они там толкуют тысячелетнее царство, что там будет еще на земле. Бог всегда выставляет своих учителей. Если их там не было, первым, вторым, третьим, четвертым, пятым, не было церковь. Христос... А сейчас есть учителя церковь? Конечно, есть. Конечно. Но они не могут, они ложно толковать вопреки тех, не смогут. Потому что это ошибка. То есть вы в кассе критерия поставили, что те были давно? Нет. Тогда была церковь единая. Вот в чём вопрос. Тогда не была церковь. Никогда не была единая церковь. Ну, всегда были расхождения. Ладно. Ладно. Всё. Спасибо. Я с вами согласен в целом. И как обычно бывает в других вещах, я могу быть не согласен. Но у меня есть на это право. Потому как мы свободные люди, живём в свободной стране. Библия, слава Богу, одна. Слава Богу, может быть Библия. Да. Если была, как говорят, есть католическая Библия, есть протестантская Библия. Да. Значит, в девяностом году... Спасибо. В девяностом году издали мы Библию. Здесь. Первый раз издали. Вот такая. Ну, у меня до сих пор дома одна осталась. Вот. Шиандальный перевод. По благословению патриарха Алексея II. Всё нормально. Вот. И думал Яков. Поставить крест или не поставить на обложке? Если поставить, то какой? Поставить вот такой крест? Ну, меня это не устраивает, будучи протестантом, да? Поставить протестантский крест? Проблема будет. Думал, думал. И такие, нет, а человек должен что-то там построиться? И поставил крест. Четырёх. Да. Значит, приносим церковь православную? Нет. Так тут же написано. Вот же написано. По благословению патриархи. Нет. Так, это непосредственно. Используйте. Продолжение следует...